У жителей микрорайона улицы Донская накопилось много вопросов к полиции. В первую очередь всех волнует большое количество людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Район благоустраивается, глаз радует ухоженные дворы, но соседство с людьми неблагонадежными, портит всю картинку. У нас везде разбиты красивые клумбы, покрашены бордюры, покрашены лавочки, установлены лавочки, красивые детские площадки. И наши друзья, наркоманы и алкоголики все это рушат. Алкоголики везде разбрасывают бутылки, наркоманы разрывают клумбы, прямо с корнем вырывают цветки и еще там закладки. Местные жители жалуются, что участковых не хватает на такой большой микрорайон. Они просят усилить штат и привлекать к ежедневным рейдам казаков и сотрудников народной дружины. Усилиями одной общественности здесь уже не обойтись. По сведениям, которые нам предоставляются с ТОСов, о проживании граждан, которые ведут какой-то сомнительный образ жизни, нами были проведены соответствующие проверки и три гражданина были депортированы за пределы Российской Федерации. Данная работа также нами будет продолжена. Номера телефонов сотрудников полиции на встречи записали все желающие. Более того, их можно найти на сайте УВД Сочи по запросу «Найди участкового». Общественность является основным и главным помощником не только органов местного самоуправления, но и правоохранительным органам. В плане того, что предоставляется информация по местам дебошира, по сбору неформальной молодежи и иных девиантных элементов нашего общества. От бдительности самих граждан от одного звонка на 02 или участковому зависит многое, вплоть до предотвращения преступления. Поэтому на встрече еще раз напомнили – видите что-то подозрительное, звоните участковому. Жители микрорайона улицы Донская рассказали о том, как не стать жертвой мошенников и о важности детского закона, особенно актуального летом. Такие встречи на открытых площадках решено проводить раз в квартал во всех районах Сочи. Елена Авсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.